итак всем привет и я немного хотел поговорить про сети про модель оси для программистов на самом деле это необходимо знать для того чтобы просто понимать как работает сеть с чем мы взаимодействуем и знать какую-то базовую основу я не эксперт в этом но я расскажу так как я это понимаю и возможно для некоторых это тоже будет полезно итак во первых начнем с того что модель оси это как бы модель представления того как работает интернет вернее как работает скажем передача данных то есть это такой абстрактный уровень представления на самом деле в реальности он может работать совсем по-другому некоторые могут использоваться уровни некоторые нет но вкратце мы о них немного поговорим итак у нас есть несколько видов разных представлений сети одна из них это оси у нее есть несколько подуровней то есть она делится на такие уровни в данном случае прикладной представительский сеансовый транспортный сетевой канальный и физический в общем у нас есть эти уровни как они работают давайте начнем с того что у нас есть интернет мы допустим заходим на какой-то сайт например не знаю зайдем на какой-то сайт вот у нас есть допустим картинки мы хотим передать эту картинку кому-то как она передается да то есть у нас есть картинка картинка это данные данные в себе содержит много информации например информация о том какой формату картинки какой размеру картинки и так далее вот плюс информация о пикселях этой картинки какого цвета они и так далее дальше у нас еще передается много информации о том с какого устройства приходят данные например В каком браузере открыты данные Какой протокол используется Какая версия операционной системы используется Или какая сама операционная система используется В общем, много информации, которую нам нужно передать И эта вся информация должна передаваться И внутри нее должна быть картинка То есть, на самом деле, когда мы передаем информацию Либо получаем информацию И мы получаем намного больше, чем то, что мы изначально передаем Это важно знать Теперь давайте рассмотрим, что же и как передается У нас есть вот эти уровни Как раз то, что я описал И примерно является тем, что передается То есть, самое важное для нас передать картинку, например, или музыку И это и есть данные То есть, сама картинка – это данные об этой картинке Данные, которые мы хотим передать Дальше Это у нас как бы сам прикладной уровень Вот Дальше к данным дописывается еще какая-то информация То есть, в чем Можно более детально посмотреть, как на самом деле Дописывается эта информация Это уже второй вопрос Но мы абстрактно пока представим, что есть кусочек данных Которые дописываются к нашим данным Вот Какая-то информация Я не уверен, что именно на прикладном уровне дописывается По идее, там протокол HTTP и так далее UDP, FTP, не знаю В общем, какая-то часть данных дописывается к нашим основным данным Далее представительский уровень Дописывается еще какая-то часть данных Мы немного поговорим сейчас, за что они отвечают Вот Здесь мы просто смотрим, что на каждом уровне дописывается какая-то часть своих данных Дальше на сеансовом уровне еще часть данных дописывается На транспортном еще и так далее До физического уровня В итоге Это все формируется в пакеты Ну, мы посмотрим, на каком уровне они формируются Идея в чем Мы передаем данные наши о картинке Не сразу, не целым файлом Допустим, у нас там, не знаю, фильм Мы передаем кому-то Мы передаем не сразу там 10 гигабайт А мы передаем их по пакетам Почему? Потому что так удобнее Если вы посмотрите, как работает интернет Вы увидите, что Так, секунду Paint Вы увидите, что интернет Он работает по принципу определения Ближайшего какого-то там сервера Либо что-то там переходное В общем, он определяет, где находится IP-адрес Получает там данные Есть ли этот адрес и так далее Вот И он определяет ближайший путь Да, то есть Допустим, нам надо добраться до этого сервера Вот, или до этого компьютера Мы определяем путь Кратчайший между Вот Этими штуками Короче, не буду вдаваться в детали В чем идея? Мы посылаем много пакетов То есть мы разбиваем данные на пакеты Не помню, сколько они занимают Наверное, от протоколов зависит То есть, ну, допустим, там, не знаю 15 килобайт Либо 150 байт Не знаю, сколько на самом деле пакеты занимают В общем, мы разбиваем данные На много таких пакетов Вот И вот все эти данные Они передаются То есть, если часть пакетов теряется В зависимости от протокола Который мы используем Мы можем либо пропускать эти данные Как в стриме, например В стримах используется, по-моему, UDP Или не помню какой Вот Он пропускает часть пакетов И принимает, когда они появляются Либо другой протокол Который все эти пакеты сохраняет Если они теряются по пути Допустим, там порвался кабель И на пути И тогда наш интернет будет искать Вот Другой обходной путь И наши пакеты будут Дозаписываться позже Вот То есть, мы пока на базовом уровне говорим Для общего понимания Не говорим, как все это на самом деле устроено Намного сложнее там все устроено Вот В итоге У нас данные разбиваются на пакеты И они приходят Да, к данным дописываются какие-то еще данные Которые дополнительно что-то говорят О том, что мы передаем Дальше Что значит сами эти уровни? Да То есть, это такое абстрактное понятие На самом деле Оно Ну, я раньше думал Как же оно представляется в реальном мире Ну вот В реальном мире, допустим Мы нажали копировать картинку И скинули кому-то через соцсеть Дальше Вот эти все уровни Мы фактически прошли На физическом уровне Оно там передалось через Wi-Fi Допустим Кому-то на компьютер Да То есть, сейчас мы рассмотрим На самом деле За что отвечают эти уровни Ну, вот мы скопировали Переслали эти данные Это как бы абстрактно Мы прошли все эти уровни То есть, к нашим данным Действительно дописались Какие-то еще данные И мы переслали через, допустим Кабель Либо через Wi-Fi Другой человек получил эти данные Вот На физическом уровне Дальше он Ну, вернее его Скажем Сеть Да То есть, его компьютер Вместе с сетевой картой Вместе с протоколом С протоколами программ Которые получают эти данные В общем, они Разбирают вот эти кусочки То есть, они Здесь мы получили Вот эти данные дополнительные А здесь мы их убираем То есть, мы читаем их Да То есть, мы прочитали Ага, на физическом уровне Что-то там используется Все, мы узнали эти данные Дальше Мы узнали на канальном уровне Что-то На сетевом На транспортном Потом узнали, например На представительском Или Ну, на сеансовом Мы узнали там Нормально ли прошел сигнал Получили ли мы все Или что-то в этом роде На представительском Мы узнали, какие форматы используются, какие там алгоритмы, не знаю, сжатия, например, или шифрование Вот, и на прикладном уровне мы уже там начинаем это читать То есть мы узнали, что это, например, протокол HTTP и начинаем отображать данные в браузере Вот, это так, абстрактно Давайте еще другую картинку посмотрим, за что отвечают разные уровни То есть эти уровни это абстрактное представление, как мы передаем данные На самом деле они под собой имеют реальные дополнительные данные, которые передаются вместе с нашими пакетами в общем Прикладной уровень отвечает за доступ к сетевым службам Там всякие HTTP протоколы, UDP, FTP Представительский уровень отвечает за форматы, например, либо шифрование данных То есть форматы там, это картинка, это MP3 файл, например, либо еще какой-то файл Какая именно картинка, в общем, PNG, JPEG и так далее Сеансовый уровень отвечает за управление сеансом связи Да, то есть у нас, скажем, компьютер или что там отвечает То есть либо, я не знаю, сеансовая сетевая карта отвечает Либо операционная система Кто-то из них отвечает за управление сеансом связи То есть получены ли все данные, либо нет Транспортная отвечает за связь между конечными пунктами и ее надежность Ну, допустим, я не уверен, но мне кажется, что что-то типа маршрутизаторов Либо, не знаю, серверов, что-то в этом роде Вот, если знаете, поправьте меня Сетевой уровень отвечает за пакеты То есть он определяет маршрут логической адресации В общем, куда посылать эти пакеты, наверное Дальше канальный уровень за физическую адресацию На какой адрес посылать, по идее И физически это наш Wi-Fi, антенны, либо провода Которые уже передают сам сигнал, бит В общем, как-то так Я не эксперт в этом Но просто хотел немного объяснить для новичков Тех, которые не понимали раньше, что такое OSI Что такое вот эти все уровни Как оно работает В общем, надеюсь, это было полезно немного Вот, я еще сам буду изучать это все Но для базовых, скажем, навыков Я думаю, это было полезно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!